Приветствуем, друзья! Смотрите «Холодильные новости» за четверг, 27-й ночи четверек, на нашем канале. Завод «Дон Фрост» отметил 60-летний юбилей и выпуск 20-ти миллионного холодильника. LG создает глобальный научно-исследовательский центр для разработки тепловых насосов. Группа ГМС инвестирует 11,9 миллиардов рублей в создание испытательного комплекса для сверхмощных компрессоров. Крытый ледовый каток хотят построить в Челябинской области. Всемирный день холода отмечает 200-летие со дня рождения лорда Кельвина. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео оказалось полезным для вас. Первая новость сегодня. Завод «Дон Фрост» отметил 60-летний юбилей и выпуск 20-ти миллионного холодильника. 22 июня 2024 года стал значимым днем для завода «Дон Фрост», производящего холодильное и морозильное оборудование под брендом «Норд Фрост». Завод отметил свой 60-летний юбилей, который совпал с выпуском 20-ти миллионного холодильника. Это важное событие подчеркнуло не только долгую историю предприятия, но и его неоспоримые достижения и вклад в пром. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. LG создает глобальный научно-исследовательский центр для разработки тепловых насосов. Компания LG Electronics создает глобальный центр исследований и разработок, соединяющий Северную Америку, Европу и Азию, чтобы стать лидером мирового рынка тепловых насосов и разработать тепловые насосы нового поколения специально для зон с холодным климатом. Компания стремится разрабатывать региональные специализированные основные. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Третья новость сегодня. Группа ГМС инвестирует 11,9 млрд. рублей в создание испытательного комплекса для сверхмощных компрессоров. Группа ГМС, ведущий российский производитель насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования, планирует вложить 11,9 млрд. рублей в строительство испытательного комплекса для сверхмощных компрессоров, предназначенных для сжижения природного газа. Проект реализуется при государственной поддержке. Министер. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Чит новость сегодня. Крытый ледовый каток хотят построить в Челябинской области. Администрация Сосновского района Челябинской области объявила о проведении аукциона на строительство крытого искусственного ледового катка в поселке Кременкуль. Начальная стоимость контракта составляет более 494,6 млн. рублей. Согласно техническому заданию, новый каток будет представлять собой многофункциональный спортивный комплекс, предназначенный для... Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Пятая новость сегодня. Всемирный день холода отмечает 200-летие со дня рождения лорда Кельвина. Сегодня мировое сообщество отмечает Всемирный день холода. World Refrigeration Day. Отмечая важную веху. 200-летие со дня рождения Уильяма Томпсона. Первого лорда Кельвина. Это ежегодное мероприятие, основанное 9 июля 2018 года, объединяет отраслевые торговые ассоциации и профессиональные организации по всему миру. Чтобы подчеркнуть важную роль техн, читайте подробнее на нашем сайте сегодня. На сегодня все. Обсуждайте новости и обращайтесь за помощью к специалистам по холодильному оборудованию в наших группах. Ссылки внизу.